Всем по привету! Сегодня я решила пригласить вас на чаепитие. Давным-давно у нас не было таких задушевных разговоров. Ну, во-первых, я сразу хочу сказать, что когда я снимала ответы на вопросы эстафеты, которые мне прислала Лариса Соколова, я там объясняю, что на телефоне у меня оставалось очень небольшое количество места, и мне пришлось снимать даже в двух частях эту эстафету, потому что я всё время смотрела, следила за временем. Телефон у меня загружен просто по полной, хотя я вроде бы его уже и почистила основательно, но всё равно мне пишут, что место осталось свободного только 5%, и этого недостаточно. Так, мне тут сейчас камера какие-то странные значки показывает, я не знаю вообще, что это такое. Вот, и поэтому я как-то вот скомкала начало, хотя планировала рассказать об этом человеке, немножечко представить вам её, того, кто мне передал эту эстафету. Это Лариса Соколова, её канал так и называется, одноимённый канал Лариса Соколова. Лариса Соколова, это психолог, она живёт в России, в городе Перми. Она на своём канале размещает очень интересные материалы по психологии. Она знакомит нас с человеческими отношениями, межличностными отношениями, как говорят психологи. Знакомит нас, ну, в общем, с различными сторонами жизни, вплоть до того, как цвет влияет на наш характер. Ну, это я просто как пример привожу. Она рассказывает о красоте и о здоровье, рассказывает очень профессионально, спокойным тоном. Вы знаете, вот, мне кажется, психолог, он и должен быть таким, вот какая есть Лариса Соколова. Очень спокойно, очень основательно, доброжелательно человек подаёт материал. Мне кажется, вот такой вот человек уравновешенный, он как раз и является хорошим психологом, который может дать какой-то дельный совет людям, которые нуждаются в помощи. И во многом, она, кстати, так же, как и я, весы. И очень во многом наши взгляды с ней по жизни, на какие-то вещи мы смотрим одинаково с ней. В общем, взгляды наши совпадают. И я абсолютно согласна с тем, что, вот говорят, противоположности притягиваются. А я с этим утверждением совершенно не согласна, потому что, ну, как могут люди с разными интересами, с разными взглядами, их ничто не может объединить, ничего их не объединяет. А вот люди с похожими интересами, с одними взглядами, они, по-моему, скорее притянутся друг к другу, чем в противоположности. Ссылочку на канал Ларисы Соколовой я оставлю в описании под этим видео. Вы, пожалуйста, зайдите, посмотрите, послушайте. Я думаю, что вам так же, как и мне, будет интересен этот канал. И, пожалуйста, если вам понравится, то обязательно подпишитесь. Лариса не просто профессионал своего дела, она еще хороший друг. Благодарный зритель. Так что я думаю, что если вы подпишетесь на ее канал, вы обретете себе хорошего, надежного друга. Ну, вот это что касается Ларисы Соколовой. А сегодня я бы хотела поговорить, ну, наверное, на такую, может быть, не очень простую тему. Может быть, кому-то это не понравится. Но, да, во-первых, я вас приглашаю к чаепитию, как я сказала, да. У меня здесь заварен чаек индийский, такой, как был раньше в советское время. Помните, треслана? У меня вот такой вот чай. У меня здесь мармеладки лимонные и апельсиновые дольки. И у меня еще зефир ванильный. Так что, пожалуйста, угощаемся. Присоединяемся к разговору. Дело в том, что это видео уже просто назрело. И сейчас вы поймете, о чем я хочу сказать. Дело в том, что в последнее время очень много появилось людей недобросовестных, которые приходят на твой канал, подписываются, просят о дружбе, находятся с тобой, когда убедились, что вы подписаны на них, убедились, и тут же в этот же момент, когда увидели, что вы на них подписались, они благополучно от вас отписываются. Я знаю, что я не открыла Америку, все об этом знают, вот о таких людях непорядочных. И вы знаете, мне настолько это уже надоело, что я решила больше не брать взаимок. Обижаться не приходится, да, таким вот бегункам. А может быть, обижаетесь, не обижаетесь, я не буду больше брать взаимок. Я останусь с теми людьми, кто заходит ко мне на канал, кто смотрит мои видео, кому я интересна. А с остальными нам придется распрощаться. Ну, естественно, я буду заходить к тем людям, с которыми я сейчас поддерживаю отношения. Ну, не знаю, мне хочется верить, что люди, которые ко мне заходят, они, ну, в общем-то, искренне. Вот как-то хочется в это верить. Не знаю, может быть, я еще не потеряла веру в хороших людей. Ну, вот как-то. Очень хочется верить в то, что порядочные, хорошие люди еще остались. Значит, к этим людям я захожу. Кто оставляет комментарии под моими видео, это однозначно. Ну, и хожу к тем, чьи каналы мне самой лично интересны, которых я смотрю давно. Новых я взаимок не беру. Вот сколько есть человек у меня, столько и есть. Кому будет интересно, они останутся и так. А кто ищет какую-то выгоду для себя любимого, тот пусть лучше проходит мимо. О чем еще хотелось сегодня с вами поговорить? Вы знаете, как-то летом я ехала в автобусе, и в автобус зашел молодой человек, высокий, симпатичный, темноволосый, ну, приятный такой наружности парень. Мне кажется, ему, ну, где-то до 25 лет. Вряд ли он старше. Ну, и зашел, и сразу по его поведению было понятно, что что-то тут не так. Вот сразу в походке, во взгляде. Он настолько странно себя вел по отношению к пассажирам. Он очень странно смотрел на рядом сидящих людей. Я сидела позади него, он постоянно оборачивался, так резко оборачивался, смотрел. Ну, я сразу поняла, что человек психически нездоров. Потом он прилег головой на плечо к мужчине, который сидел с ним рядом. Но тот как-то то ли он не заметил, то ли он побоялся. В общем, мужчина смотрел так задумчиво в окно, что он даже не отреагировал. Ну, он как-то вот голову приложил, преклонил. Там, может быть, две минутки посидел так и вернулся, как говорится, в исходное положение. Потом он стал, извините, нюхать подмышки у этого мужчины. Потом он вскакивал несколько раз, бегал по салону автобуса, заглядывал, там такие, вы знаете, у дверей огромные такие круглые, как увеличительные стекла, зеркала. Вот он, он никогда не держится, кстати, за поручни, но можно это, значит, списать на корону. Но он без маски, без перчаток. Ну, летом без перчаток. Хотя у нас летом тоже ходили в таких перчатках, знаете, как в магазине вот продаются, которыми продавцы берут вот в кулинарии, да, в таких тонких перчатках, слофановых. Он был без перчаток, он без масок, он до сих пор ходит без маски, едет в транспорте тоже без маски. Вот. Потом, да, он никогда не держится. Если автобус качается, он упорно, значит, пытается сохранить равновесие, стоять. В общем, он вскакивал, бегал по салону, садился на разные места, потом возвращался опять на свое старое место, делал постоянно какие-то навязчивые движения, ну, типа, знаете, такой нервного тика. Он отклонял голову назад постоянно. В общем, такие вот повторяющиеся движения присутствовали у него. О чем еще хотелось сегодня с вами поговорить? Вы знаете, как-то летом я ехала в автобусе и в автобус зашел молодой человек, высокий, симпатичный, темноволосый, ну, приятный такой наружности парень. Мне кажется, ему, ну, где-то до 25 лет. Вряд ли он старше. Ну, и зашел, и сразу по его поведению было понятно, что что-то тут не так. Вот сразу, в походке, во взгляде. Он настолько странно себя вел по отношению к пассажирам. Он очень странно смотрел на рядом сидящих людей. Я сидела позади него. Он постоянно оборачивался, так резко оборачивался. Смотрел. Ну, я сразу поняла, что человек психически нездоров. Потом он прилег головой на плечо к мужчине, который сидел с ним рядом. Но тот как-то, то ли он не заметил, то ли он побоялся. В общем, мужчина смотрел так задумчиво в окно, что он даже не отреагировал. Но он как-то вот голову приложил, преклонил, там, может быть, две минутки посидел так и вернулся, как говорится, в исходное положение. Потом он стал, извините, нюхать подмышки у этого мужчины. Потом он вскакивал несколько раз, бегал по салону автобуса, заглядывал. Вот там такие, вы знаете, у дверей огромные такие круглые, как увеличительные стекла, зеркала. Вот он. Он никогда не держится, кстати, за поручни. Но можно это, значит, списать на корону. Но он без маски, без перчаток. Но летом без перчаток. Хотя у нас летом тоже ходили в таких перчатках. Знаете, как в магазине вот продаются, которыми продавцы берут вот в кулинарии, да, в таких тонких перчатках, слофановых. Он был без перчаток, он без масок, он до сих пор ходит без маски, едет в транспорте тоже без маски. Вот. Потом, да, он никогда не держится. Если автобус качается, он упорно, значит, пытается сохранить равновесие, стоять. В общем, он вскакивал, бегал по салону, садился на разные места, потом возвращался опять на свое старое место, делал постоянно какие-то навязчивые движения, ну, типа, знаете, такой нервного тика. Он отклонял голову назад постоянно. В общем, такие вот повторяющиеся движения присутствовали у него. После этого я видела его много раз в нашем районе. Ну, знаете, как, если люди всю жизнь живут в одном районе, то люди, ну, в основном уже лица примелькались одних и тех же людей, которые встречаешь и на остановках, и в транспорте, и в магазинах. А его не было. Его не было, потому что он настолько, знаете, бросается в глаза своим поведением, что не заметить его раньше было просто, ну, невозможно. Может быть, они переехали с родителями сюда. Ну, в общем, раньше их не было. Я говорю их, потому что я думаю, что все-таки такой молодой человек живет с родителями, не один. Мне так кажется, потому что, во-первых, он болен, ну, и во-вторых, по возрасту и по его поведению. Видно, что он нигде не работает, не учится. Я вижу его в разное время дня. И утром можно его встретить и днем, и вечером. В любое время. И вот недавно, у нас февраль все-таки очень холодный в этом году. Смотрю, он сидит в магазине, весь такой замерзший, нахохлился. Корточка у него не по погоде совершенно демисезонная. Оброс уже, знаете, волосы такие почти, как у меня, до плеч. Лицо не очень чистое стало. Ну, в общем, такой, знаете, вид у него бомжовский, конечно. Не знаю. Мне очень этого молодого человека жалко. Почему я решила на эту тему заговорить? Потому что он, к сожалению, такой не один. В последнее время я очень часто вижу людей вот подобного вида, как он. Молодых людей, кстати. Которые, ну, такого же поведения разговаривают сами с собой. Видно, что это не по телефону человек говорит, просто не держа в руках телефон, да, по этой всей этой аппаратуре, гарнитуре. А говорит сам собой человек тяжелого расстройства психического. Они бегают по остановке, делают повторяющиеся движения однотипные, такие ритмичные. Ну, в общем, видно, что люди с очень тяжелой, расстроенной психикой. Все больше молодых людей. Опять же, я повторюсь. Просто вот как-то... Потому я и назвала это видео «Непростые разговоры», потому что вот как-то становится это пугающим, печальным. Не знаю. Время такое, наверное. Очень многие люди остались без работы, без средств к существованию, без возможности продолжать обучение. И вот люди, видимо, на этой почве сходят с ума реально. Очень жаль. И как-то вот, не знаю, наверное, государство, кто-то должен обратить на них внимание, чтобы этим людям как-то помогать. Потому что уже просто, по-моему, ситуация становится очень удручающей. Вот о чем я хотела сегодня с вами поговорить. Если у вас есть какие-то комментарии на эту тему, что вы думаете по этому поводу, я буду очень рада прочитать об этом от вас, в ваших комментариях. Так что пишите, делитесь своими мнениями. все, наверное, на сегодня. Я вас благодарю за внимание. Скоро увидимся опять. Пишите, о чем бы вам хотелось поговорить. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!